Мне уже больше 80 лет, я воду тостать не могу. Несмотря на это, Полина Васильевна без питьевой воды никогда не остается. Все это благодаря местным школьникам, бойцам отряда «Капля», которые еженедельно приносят ей и всем ветеранам села Полдневая родниковую воду. Сами ребята шутят, что им в пору назваться не «Каплей», а как минимум «Канистрой». Ведь в селе около 10 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. И каждому надо принести не по одному литру воды. Сколько попросят, мы даже спрашиваем. Нужно еще? Если нужно, еще идем. Мы им вообще не отказываем. Никогда не отказали, да, в воде. Сколько надо воды, столько мы им приносим. Одной бабушке вот сюда мы тасаем, вот по проулку как раз переходим. Вот здесь у нас на берегу бабушка живет. Мы ей вот раз в неделю натаскиваем, еще и в баню просят бабушке. Вы знаете, что у нас еще и в бане. Этой зимой ребятам пришлось очень нелегко. Из-за низких температур зачастую перемерзали колонки, а несколько ключиков на территории села просто замерзли в лед. Набирали воду в роднике недалеко от школы. Отсюда и развозили ветеранам воду. Мы у нас иногда дают нам транспорт. Ну какой транспорт? Дают мотоциклы. Ребят, у нас есть мальчик. Вот мы, бывало, что мы возили на, да, вот туда, в окраину увозили. Потом куда вы еще, куда увозили-то на колени наездили, Саша, да? Даже в дальнее, там тоже с водой проблема. Ребята не только снабжают ветеранов родниковой водой. Ведь на селе всегда есть чем помочь. То снег отгребут, то дрова в поленицу скидают. О знаменитых тимуровцах ребята узнали от ветеранов. Бабушки рассказывали, что они помогали им. Ну, бесплатно. Ну, как и мы. Ну, как и мы, да. Как и легендарная команда Тимура, ребята тоже помечают двери ветеранов звездой. Только в их интерпретации в этом знаке появилась капля воды. И за каждой такой дверью ветераны Великой Отечественной войны точно не останутся без опеки бойцов отряда «Капля». Если бы не они, не было бы и будущего. Не было бы нас. Не было бы нас, да. Виталий Тружков, Сергей Чижов. Новости нашего города.